друзья всем привет у нас в эфире очередной выпуск программы новости из жизни зоопарков и к сожалению сегодня выпуск мы начинаем с печальной новости прошлых выпусках я информировал вас что московском зоопарке произошло отравление кондора кузи и вот поступила информация что кузя скончался к сожалению все методы реабилитации и капельницы промывка желудка не дали результатов кузя умер грустная новость и печальная потому что кондор кузя действительно завоевал любовь многих посетителей парка московского зоопарка прожил там много лет и несмотря на то что нашли видеозаписи подняли все службы охраны нашли того кто отравил кузю оказывается это была мама с ребенком и вот она активно кормила кузю показывала своему ребенку как она заботится о птице кстати посетители делали ей замечание говорили что у животного рацион отработанный конкретный все и что кормить не нужно не нужно этого делать но она никого не послушала напомню друзья что всех кондоров московском зоопарке принято называть кузя в честь первого кондора долгожителя который прожил 70 лет москву московском зоопарке это конечно очень большой срок для птицы птица настолько полюбилась всем что в честь нее стали называть всех последующих кондоров зоопарки кузями к сожалению судьба нашего современника кузи закончилась вот так трагически что ж друзья переходим к другим новостям и гендиректор московского зоопарка светлана акулова сообщила что коллекция зоопарка продолжает расширяться и зоопарк продолжает удивлять своих посетителей и в этом году сюда приедет ряд новых животных в частности муравьед муравьед это действительно экзотическое уникальное животное редко есть каких зоопарках поэтому посмотреть его я думаю будет огромный интерес и огромное удовольствие у посетителей московского зоопарка также из московского зоопарка хорошие новости насчет медведя диксона напомню этот белый медведь попал московский зоопарк после того как его обнаружили в плачевном состоянии на острове диксон он был обездвижен с ранением огнестрельным и практически мог двигать только головой его привезли московский зоопарк на реабилитацию но поскольку состояние у него было очень тяжелое то его оставили в зоопарке и сейчас уже светлана акулова сообщила про прогресс хороший прогресс уже он начинает двигать конечностями очень активен ведет себя хорошо его приучают к рыбалке кушает форель и очень такой жизнерадостный мишка действительно друзья многое зависит от характера что медведя что у человека до медведь диксон инвалид но при этом он жизнерадостный и полон жизненной энергии оптимизма так и у людей некоторые здоровы но всегда что-то без настроения жалуются на жизнь а другие посмотришь не инвалид на инвалидной коляске он и спортом занимается и еще и других поддерживает что же друзья и переходим к следующей новости я говорил что некоторые зоопарки в россии подымают стоимость билетов как оказалось данная участь не только российских зоопарков но и европейских вот к примеру пражский зоопарк объявил что повышает цену на билеты до 330 крон на единоразовый билет там есть конечно льготы еще для студентов и других категорий граждан на семейные билеты это где-то 1200 рублей если грубо округлить по курсу то есть вот такая цена но на самом деле этот зоопарк один из самых известных в европе в прошлом году его посетила почти полтора миллиона человек и является он одной из главных достопримечательностей праги те туристы которые приезжают в прагу стараются и им рекомендуют посетить пражский зоопарк так друзья и следующая новость в бакинском зоопарке тоже пополнение здесь родились тигрята вообще весна это время бэби бума и во многих зоопарках рождаются малыши эти тигрята бакинском зоопарке здоровые где-то среднем весят по пять с половиной килограммов так друзья следующая наша новость в рижском зоопарке тоже пополнение но здесь она отнюдь не от рождения или приобретения какого-то нового питомства а здесь случилось следующее нашли на дороге обнаружили медвежонка медвежонок поскольку определили что один без мамы то его доставили в рижский зоопарк медведи это под особой охраной государства находятся и значит долго еще надеялись что все-таки обнаружат его маму но маму не обнаружили а зато у медвежонка обнаружили ранение на голове не скорее всего что-то действительно произошло с ними что разлучило его с мамой хотя некоторые зоологи говорят что возможно мама сама по неопытности бывает так отказалась от малыша и возможно сама его даже ударила но сейчас медвежонок проходит адаптацию у него все повадки дикого зверя но при хорошем уходе сотрудников зоопарка у него постепенно характер становится более мягким и медвежонок понимает что попал хорошие заботливые руки так что этому малышу повезло и друзья еще вот такой интересный момент новость московском зоопарке показали видео манула где он прогуливается с крысой в зубах по вольеру и ранее также вам говорил что и в рационе кондора кузи тоже присутствовали ежедневно крысы это вот о вопросе нужно нужен ли живой корм некоторым обитателей зоопарка как показывает практика и об этом говорят эксперты зоологи что действительно некоторым животным и птицам это просто необходимо так друзья следующая новость у нас в ташкентском зоопарке тоже удивительное пополнение сюда привезли двух белых львят из африки это очень ценное пополнение коллекции ташкентского зоопарка потому что всего в мире насчитывается 300 белых львов и конечно же они распределены по вот таким вот зоологическим учреждениям потому что в природе дикой выжить белому льву практически невозможно потому что он слишком заметен джонни и дженни так зовут малышей дженни как прям слониху из крымского сафари парка тайган что ж друзья вот такие основные новости на сегодня всем спасибо за интерес за ваши комментарии всем мира и добра и до новых встреч